Рыбья кожа, этнические элементы и наскальная живопись. Как видят бренд сибирского региона художники, дизайнеры и производственники? Смогут ли они переосмыслить традиции и придать им современное звучание? РБК отправился на тематический акселератор мотивы Сибири расспросить молодых авторов об их видении айдентики Сибири. Елизавета, расскажите, пожалуйста, РБК по секрету, как вы представляете айдентику сибирского региона ваших дизайнерских проектах. Вот так, с места в карьер. Если бы я ее представляла, то, наверное, я сейчас бы не присутствовала на этом акселераторе. Я как раз надеюсь на лекции ученых-этнографов, надеюсь на коллег по цеху, на производственников, которые работают уже непосредственно с потребителем, что мы общими усилиями что-то сможем придумать. Они вдохновят вас, да? Вы надеетесь? Да, и на вдохновение, и на знакомство, на общую энергию группы, так скажем. Энергию созидания. И это тоже, да. Расскажите, пожалуйста, Елизавета, вы сегодня в дизайнерском собственном платье, наверняка. Это, конечно, громко сказано, но да, у меня мастерская, маленькое ателье, и я шью одежду по народному крою и обучаю шить тоже. Символы, которые присущи сибирскому региону, как они могут найти отражение вот в современном дизайне, как вам кажется. Сибирь – это что? Айдентика сибирские? Сибирская айдентика – это снежинки, медведи, шишки. Будем ли мы отходить от этого набора клише или в этом клише нет ничего предусудительного? Конечно, мы будем отходить и смотреть шире, потому что Сибирь – это, конечно же, не только шишки, мед, алтайские горы. Прежде всего, Сибирь – это котел, в котором варится очень много народностей и национальностей. Они договариваются друг с другом, чтобы жить в едином пространстве. И, собственно, на этом, скорее всего, и будет основываться общая концепция возможную. Спасибо вам большое, Елизавета. РБК желает вам победить, найти в себе интересные какие-то действительно новые потоки творческие. И вскоре мы надеемся увидеть вашу разработанную айдентику на чемпионатах, на значимых мероприятиях, которые растиражируются по всему миру. Спасибо. Мастер обуви Дмитрий Шитиков показывает свои модели. Это брутальная обувь и искусственно состаренные кеды. Сама идея отразить сибирский регион в предметах одежды, по его мнению, звучит многообещающе. Проект очень интересный, объединяющий много возможностей и раскрывающий все грани, как в производстве изделий легкой промышленности, так и объединения с генетическим фондом в Сибири, можно сказать. В частности, как я сапожник, да, и изготовитель обуви. Интересно взять, наработан веками опыт, это и меховые изделия, и те же петроглифы, и объединить это в одну коллекцию, можно называть это сибирским Бохо. Бохо сейчас в тренде стиль, довольно-таки, и если сделать это сибирский, более брутальный, наверное, потому что у нас климат такой посуровее, и я думаю, в проекте мы это реализуем, будет довольно-таки интересно. Мы хотели бы, действительно, соединить такие вещи, как историческое прошлое и творческое настоящее, поэтому и пригласили, я считаю, лучших представителей нашего профессионального археологического и этнографического сообщества, для того, чтобы они рассказали о том, как формировался вот этот культурный код. Задача авторов – превратить свое творчество из штучного продукта в серийный, который будет идентифицировать Сибирь на крупных мероприятиях и разойдется как бренд по всему миру. А на меньшие дизайнеры не претендуют. Анастасия Овчар, Аман Парамонов, События, РБК Новосибирск.